При написании кода на старом ядре существует перечень правил написания кода для Bittrex. Эти правила для старого ядра вы можете найти в документации на сайте Bittrex. Но пришло новое ядро D7. И вместе с ним пришли новые единые правила форматирования кода, которые обязательны к исполнению, если вы пишете свой код на D7. Правила форматирования кода для ядра D7 несколько отличаются от правил форматирования кода для старого ядра. Я для вас здесь обозначу основные моменты, которые регулируют данные правила. Более детально вы сможете посмотреть в документации по D7 на сайте Bittrex. Правила форматирования кода нового ядра D7 регулируют, каким образом должен форматироваться исходный код, установленные соглашения об именовании и ряд других вещей. Собственно, форматирование кода обозначает, каким образом необходимо структурировать исходный текст кода, какой максимальной длины должна быть одна строка кода, как правильно код переносить, как правильно пользоваться пробелами и табуляцией. Как правильно форматировать подчиненные сущности, классы, методы, конструкции языка и т.п. Обозначены правилами расстановки фигурных скобок и какие особенности записи тернарного оператора. Также указано, каким образом необходимо форматировать выражения инструкции языка PHP, такие как if, else, while и т.п. Сложные инструкции, как следует записывать массивы, также обозначено, в каком случае можно использовать пустые строки, а также указано, как правильно использовать и расставлять пробелы. Целый блок устанавливает соглашения о именовании перемен, методов и классов. Еще ряд моментов обозначены в правилах, которые вы должны изучить в документации на сайте Bittrex.